Всем привет, меня зовут Евграф, сегодня вторник, это значит, что на Едим ТВ новый выпуск Ричен Бич. В этой рубрике я готовлю несколько версий одного и того же коктейля, из дешевых ингредиентов, из средних ингредиентов, из дорогих, а потом ничего не подозревающий человек пробует и говорит, что ему нравится больше, что меньше. Готовить я сегодня буду Май Тай, а пробовать будет Феникс. Вообще Май Тай это один из самых известных тики напитков в мире, может быть даже самый известный. Состоит он из рома, обычно там пара версий, темный, светлый, аршат, это миндальный сироп с нюансами, я готовил его и буду сегодня использовать домашний. Ликер Orange Curacao, либо другой апельсиновый ликер, но не Блю Курасао. И сок лайма. На самом деле это все, никаких ананасовых соков, апельсиновых соков туда не входит, это уже добавили потом. Есть как бы такие версии, да, Май Тая, но по классике делается вот именно так, как я сказал. Изобретение Май Тая часто приписывают Виктору Бержерону, также известному как Трейдер Вик. В 40-х годах он это сделал, хотя скорее всего он каким-то образом основывался или может быть даже спер идею у своего учителя Дона Бича. В оригинальном рецепте использовался ром J. Ray & Nephew, что-то типа агриколь, то есть он с нюансами такой ром необычный. Сейчас его уже нигде не достанешь, поэтому теперь уже добавляют люди просто по своему вкусу, там какие-то ромы с яркими вкусами опять же. Собственно и у самого Трейдера Вика закончились запасы этого рома, и он начал там придумывать замены какие-то, смешивать разные ромы. Собственно оттуда и пошла идея смешать несколько ромов, а не используя только один. Сегодня практически каждый бармен считает своим долгом сделать свою смесь ромов, подобрать под Май Тай. Ну и соответственно, как бы разные Май Тай в разных барах очень сильно отличаются, даже если там разный только ром, точнее их смесь, все равно это будут совершенно разные коктейли. Но он всегда сладкий, но не слишком сладкий, достаточно крепкий, при этом приятный и классный, и без всяких там соков апельсина и ананаса. Есть такая легенда, что первый человек, который попробовал этот коктейль, воскликнул Май Тай, что переводится с таитянского как типа лучший напиток земли или что-то в этом духе. Я сегодня буду готовить 4 версии, можно конечно больше всегда сделать, но я решил как бы немножечко ограничить себя, свой полет фантазии. Ну и соответственно, начнем как всегда с версии бич. Коктейль готовится в шейкере, я буду смешивать все в шейкере, переливать, ну и потом уже лед добавлять в конце во все коктейли одновременно, чтобы лед раньше времени не обводнил коктейли. Итак, версия бич, самая дешевая, я уж не стал совсем уж извращаться и делать на водке, мне кажется это чересчур. Поэтому мы берем шейкер и берем ром Old Castle, армянский, который вы уже знаете, он стоит 355 рублей, купал я его в магните. Рома нам нужно 50 миллилитров. Темный ром нам тоже понадобится из дешевых, но мы его попробуем сымитировать. Дальше нам нужен апельсиновый ликер, я подумал, что самый дешевый апельсиновый ликер, который я знаю, это вот Triple Sec, который я попал в ленте за 500, кажется 30 рублей, и его нам нужно 25 миллилитров. В принципе можно использовать Куан Тро или Triple Sec обычный, ну то есть не самый дешевый, но традиционно используются в Ороне Кюросао, о нем чуть позже. Затем нам нужно 25 миллилитров сока лайма. Я решил не экономить и не покупать эту писелку, ну потому что экономия будет несущественная, там как бы алкоголь гораздо больше влияние оказывает. Поэтому используем сок лайма даже в бич-версии. 25 миллилитров. И сироп Аршат, также известный как Аржет. Ну короче, миндальный сироп, 20 миллилитров. Я его делал дома, можете перейти по ссылке в углу и посмотреть, как я это делал. На самом деле там ничего сложного, все достаточно просто. Как бы это обязательный ингредиент для всех стики-коктейлей, ну практически для всех стики-коктейлей. Это основа. Теперь добавляем в шейкер лед. Надеваем, собственно говоря, смесительный бокал и вторую часть шейкера. И шейкуем. Шейки я посвящаю аномальной московской жере. И через дабл-стрейн переливаем в бокал. На самом деле по классике это дело шейкуется с колотым льдом, крашем. Но поскольку я не фанат колотого льда, он будет сильнее обводняться. Я просто подольше пошейковал, обычно меньше надо это делать. И я сверху, я положу куски льда крупные потом уже, когда мы будем все это собирать окончательно. И сверху просто положу колотый лед, я еще его наколю, расскажу об этом чуть позже. Помечаем вот таким цветом, отставляем в сторонку, переходим к следующей версии, которую я охарактеризовал как Норм-1. Почему Норм-1, а не народная, вы знаете. Потому что люди воняют в комментариях иногда. Версию Норм-1 я буду делать на Роме Барсело. Я долго выбирал между Бакарди и Барсело. Но я посчитал, что 0,7 Барсело стоит там подороже, чем 0,5 Бакарди. Но типа на единицу измерения это дешевле получается на миллилитр. На самом деле, ну просто для разнообразия, я что каждый раз в Бакарди что ли использую. 50 миллилитров Рома, он там стоит что-то 800 с чем-то рублей. Полтинчик. И для этих версий я буду использовать Dry Orange Balls. Это, короче, конечно не Orange Курасава, но это похоже на него. То есть достаточно близко он у меня был, я его буду использовать во всех остальных версиях, которые сегодня будут. Ну потому что, типа, я его обычно так и использую для приготовления май-тая. 25 миллилитров. Да, конечно, цвет будет немного отличаться, ну как немного, сильно отличаться. Но я думаю, что никто не обидится. Дальше добавляем 20 миллилитров моего Аршада. И 25 миллилитров сока лайма. Ровно половинка лайма. Закидываем лед. Надеваем вторую часть шейкера и шейкуем. Не лень каждый раз посвящать шейк, поэтому все шейки сегодня посвящены знойной Москве. С локоточками. И с помощью стрейнера и сита переливаем коктейль в бокал. Я использую, как вы видите, роксы, а не какие-то там не хайболы. Но вообще по преданию надо использовать дабл рокс. Ну, короче, большой рокс. Помечаем версию норм 1 таким цветом. Отставляем в стороночку. Переходим к следующей версии. Норм 2. Для версии норм 2 я буду использовать ром Хавана Клаб. Ну, естественно, трешка, светлый. Он чуть дороже, чем предыдущий ром. 50 миллилитров. Сразу наливаю 20-ку Аршада. 25 драйоранжа. И 25 сока лайма. Затем лед. И шейк. А также сито. И еще одно сито. Помечаем кольором. Отставляем в сторонку. Если вы хотите спросить, а где же темный ром, темный ром будет в конце. Сейчас я все сделаю. И потом будет темный ром. И, наконец, последняя на сегодня версия рич. На версии рич я решил немного извратиться. Ну, собственно, для этого и существует версия рич. И взял не ром, а кашасу. Кашаса это, грубо говоря, тоже ром. Но делается только из сока тростника. То есть там не используются всякие дополнительные отходы. И кашаса ближе к агриколю. То есть, типа, сельскохозяйственному рому. А агриколь ближе к тому рому, который использовал трейдер Вик когда-то. Так что я решил вот так вот, вместо светлого рома, использовать кашасу. За кашасу спасибо сайту Эльвайна. Там 2000 чем-то она стоила, эта бутылочка. И дальше добавляем все то же самое, что добавляли до этого. Dry Orange 25. Arshad 20. И, конечно, сок лайма. Куда же без него. 25 миллилитров. Закидываем в шейкер ледо. И шейкуем. Посвящаю я этот шейк тому, что я каждый раз мою между коктейлями шейкер и всю утварь свою. Вот неплохой шейкер. В нем все видно, прозрачный. Но мне не нравится, что он, короче, не так хорошо закупоривается, как просто железный, когда стакан тоже железный. Вымечаем Color Rich версию. И, в принципе, осталось только доделать это все. Добавить темный ром, лед. И можно приглашать дегустатора. Но прежде чем мы позовем человека, надо наколоть лед, потому что я забыл его наколоть. Для тех, кто не в курсе, делается это очень просто. Берутся обычные такие вот куски. Такие же, как я шейковал. Такой вот мешочек джутовый. Ну, Вася сто раз это показывал. Но, повторение, мать учения. Раскладываем лед и начинаем его долбить. Ну, конечно, есть минус такого способа. Потому что получается неравномерная крошка. То есть, какие-то большие куски. Какие-то помельче. То есть, если у вас есть где-то либо ледогенератор крутой, который делает мелочи. Ну, короче, нужно вот так вот сделать. Мы выходим на финишную прямую приготовление наших коктейлей. Поэтому кладем по пять кусочков одинаковых льда в каждый бокальчик. Затем мы сверху аккуратненько насыпаем тот лед, который мы тут наделали. Очень аккуратненько. Очень-очень аккуратненько. Естественно, в каждой из этих версий будет свой темный ром. Но есть нюанс у бич-версии. Дело в том, что Old Castle, который мы использовали, у него есть там золотой типа ром. Ну, это просто краситель. Я подумал, что покупать его ради этого неохота. Поэтому мы берем этот эксперимент. Я не знаю, в чем закончится. Наливаем, ну, типа 20 мл, допустим. Затем берем сахарный сироп, который у меня есть. И немножечко вот это булькаем. Просто для цвета. Ну, естественно, из темного сахара. Из коричневого. Размешиваем. Чтобы жидкость стала... Ну, если не коричневого, то хотя бы золотистая. И аккуратненько сверху наливаем. И, конечно же, украшаем так вот диском лайма. В версию норм 1 мы наливаем капитана Моргана. Dark Ram. Ну, это практически самый дешевый. Ну, из каких-то таких более-менее адекватных ромов, которые я нашел. 20 мл. Собственно, нам везде нужно 20 мл. И аккуратненько пытаемся налить. Можно даже без ложечки. Вот так вот сверху. Идем дальше. В версию норм 2 мы наливаем Матусалем Аньехо. Он не такой темный, но, во всяком случае, он достаточно темный. Тоже 20 мл. Я, кстати, почему-то Матусалем никогда не использовал у нас тут. Конечно, лучше делать более темный ром. Для контраста. Тут его вообще не видно. И в версию Rich мы наливаем традиционный для нас Флор де Канье Салера 18. Что-то 7500, по-моему, он стоит. Спасибо сайту Elvine. Ну, кстати, тоже не такой темный. Самый темный. О, чуть-чуть проливается. Самый темный оказался у нас Кэптон Морган. Ну, и, понятное дело, раскладываем везде аккуратненько лаймы. И все готово. Версия Rich Кашаса Питу. Ром Флор де Канье 18. Болтс Драй Оранж. Себестоимость 549 рублей. Версия норм 2. Ром Гавана Клаб 3. Болтс Драй Оранж и Ром Матусалем Аньехо. Себестоимость 185 рублей. Версия норм 1. Ром Барсело Бланка. Болтс Драй Оранж и Кэптон Морган Дарк Ром. Себестоимость 154 рубля. Версия Beach. Ром Олд Кассел. Трипл Сек Оазис. Себестоимость 99 рублей. Итак, все готово. Феникс приглашается на пробу. Всего, что готово. Привет. Здравствуйте. Ну, посмотрим. Пока мне не совсем ясно, что здесь происходит. Да. Здесь много чего разливалось. Это должно быть ясно. Это единственное, чтобы мне было понятно по мокрым следам всюду. Хотя нет, давай лучше трубочку, потому что размешивать. Можно. Зная, какие новые нюансы могут вкусов открываться. Я не буду, мне нельзя после прививки. Здесь я чувствую ром определенно. Так. У меня есть подозрение, что это май тай. Есть такое подозрение. Да. Наконец свершилось то, чего я давно ждал. Да, вот, кстати, с трубочкой намного лучше пить, потому что сверху ощущался лимон, лайм в первую очередь. И как бы и больше ни хрена там не ощущалось. Интересно, интересно. Вот, ну, пока возьмем это за эталон. Ничего плохого не могу сказать. Желтый. Пока эталон. Пока ок. Да, пока ок. Дальше фиолетовый. Фиолетовый. Слушай, а вот это вот уже не ок. Это определенно не ок. И даже цвет напитка здесь ни при чем. А что? Отдает. Слушай, это очень странно. Это очень невкусно. Это очень странно. Он отдает какую-то горечу. Причем, ну, не миндальной горечу, или там, какой-нибудь апельсиновой горечи, а какой-то водочной горечи. Сейчас я еще попробую. Возможно, я ошибся. Это вкусно. Но горько. Возможно, я ошибся. Это самое лучшее. Ну, пока ничего хорошего не могу сказать. Так, хорошо, ладно. Он, очевидно, проигрывает первому, по ощущениям, но не чувствуется спирта. То есть, вот он горький, но плохого я про это ничего не могу сказать. Вот так в итоге. Хорошо. Розовый. Кто-то написал в комментариях, что я, значит, ну, дальтоник. Я не понимаю, что вы там делаете. Я по этому словами говорю всегда. Так. Интересно. Здесь сразу на рту остался какой-то осадок. Так. Ну, прям по всему дню был вот ужасный эта вещь. Так, розовый не очень. И вот здесь чувствуется вкус спирта. Короче, это невкусно. Так. Это определенно невкусно. Можно воды? Да, воды, пожалуйста. Спасибо. В общем, обычно из серии коктейлей обязательно бывает один, который оставляет во всем рту просто осадок какой-то. Вот. Или на небе, или на языке это происходит, или какой-то послевкусие, но вот это вот везде. Ну, вот. Это розовый тебе это? Да, да, да. Это розовый. Вот. И вот водой еле смылось. Так. Робуем красный. Хорошо. Ой, тю-тю-тю-тю. Это не я раздал. Че не знаю. На этот раз не я. Вот этот максимально легкий из всех получился. Наверное, его можно вот таким словом описать. Угу. В нем чувствуется больше кислоты, чем в других. Так. Вот. Но при этом чувствуется меньше алкоголя. Второй круг. Первый круг пройден. Начинаем второй круг. Сейчас он такой же речью разведет. Как выйдешь. Я не буду выходить. У нас тут кондей. У меня есть план. А на улице, конечно. Может, вы когда смотрите, уже все похолодало и все. Но на момент съемок сейчас 33 или что-то такое. Ну, да, примерно так. В общем, это ужасно. В соболезную тему, у кого нет кондиционеров. Я сам сейчас из тех людей. Да, но и дом тоже нет. Так, фиолетовый снова. Да, фиолетовый. Он по вкусу, короче, интересный. То есть, он неплохой, он интересный. Так. Вот так про него можно сказать. То есть, я бы его пил. Вот. Мне он понравился. Он даже более-менее, наверное, приближен, может быть, к какому-то классическому варианту. Вот. Но он все равно кажется каким-то несколько странным. Не тем, который обычно там наливает в барах и так далее. Так. Их зачастую, насколько я знаю, берут совсем не классический рецепт, разбавляют там апельсиновым, анонасовым соком. Соки обычно говорят, да. Вот. И прочего, чего здесь нет. Ну, вот. Но, тем не менее, вот этот вариант наиболее правильный. При этом они довольно легкие получаются. То есть, их не обязательно разбавлять соком для того, чтобы не чувствовать вкус алкоголя. Вот. Ну, вот я хочу сказать, кажущийся легкость. Так, снова желтый. Да, снова желтый. Ну, не знаю. Вот попробовав вот эти два варианта, они у меня, наверное, оба будут стоять на первом месте. Так. Но это будут два разных первых места. Я понял. Вот. Я в них не чувствую ничего плохого. Вот. Этот более такой обычный и спокойный, а вот этот более странный и интересный вариант. Желтый и фиолетовый, возможно, первые места. Да. Фиолетовый странный. При этом. Да, красный невкусный. Он максимально кислый. И почему-то в нем чувствуется там спирт, возможно, немного. Но, короче, он невкусный. Так, понятно. Не такой, какой я бы хотел. Это какая-то дичь. Я думал, у меня фантомное чувство в вязке моего неба и языка, но нет. Вот. Я думаю, что они у меня будут вот так вот примерно стоять. То есть желтый и фиолетовое место, красный и второе, и розовый. Ну, второе я бы никому не дал. Это будет третий, это четвертый. То есть они с определенным отрывом. Короче, это два первого места, это два последнего места. Но это более последнего. Да, это более последний, чем вот этот. Это все-таки предпоследний из двух последних. Я понял, вот эти одинаковые. Ну, что же, время открытия карты. Но, на самом деле, я не удивлен. То, что ты поставил на первое место, желтый, это версия с Ромом Гавана Клаб и Ромом Мото Салемом. А не как-то. Ну, Гавана Клаб чуть пожестче, а Мото Салем, он совсем мягкий. Да, и вот, опять же, здесь не чувствовалось никакого подвоха в виде, там, подлитой водки, например, или еще каких-то вещей. Ну, подлитой водки есть нигде, к слову. Ну, это не суть важна, просто там чувствовался Ром, вот, приличный нормальный Ром, не тайский. Да, дальше у нас фиолетовый. Это Бич, Ром Олд Касл, тебе понравился очень, армянский наш любимый. Ну, вообще, у меня, кстати, вот сколько раз я бы его не пробовал, я, в принципе, ничего плохого про него, насколько я помню, ни разу не говорил. Ну, вот, он норм. И там трипл сек, этот оазисовский, лентовский, вместо dry orange, здесь везде был dry orange, типа, более-менее то, что должно быть. Не совсем, но типа. Вот, интересно мне, за счет чего он ощущается более странным. Вот, то есть, у него действительно вкус какой-то, ну, более интересный, чуть-чуть другой. Он сильно отличается от всех трех других вариантов. Ну, вот, возможно, в этом виноват как раз трипл сек. Может быть. Значит, дальше красный. Вот это странно мне, потому что там Ром Барсело, вполне себе нормальный, мягкий Ром, был dry orange. И Капитан Морган темный. Возможно, он под деспортил, потому что я даже отговаривал продавщицу в красном и белом его покупать. Я говорю, у меня свой план. Ну, потому что он дешевле стоял, чем он там Бругал, еще что-то напередало. Это темный, который черный? Это вот, 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 дарк ром. Ну, да, который черный. Не со специями, ничего. Со специями я не стал, собственно, брать по понятным причинам. Если уж со специями, так все должны быть со специями. Вот, ну и на последнем месте версия Рич. Ну, там был эксперимент, я бы сказал. Потому что я нальел туда вместо Рома Кашасу. Возможно, дело в этом. Возможно. Ну, и Флорда Кани немножечко сверху, дорогой. Ну, там не так уж ее много. Теперь больше. Спасибо. Вот. Ну, такие вот результаты, что я могу сказать. Как обычно, традиционно у нас. Ну, хотя у нас по-разному бывает, ладно. Это уже не традиционно. Ну, да, можно сказать практически через раз. Это понятно. То дешевые, то дорогие версии. Тут, как бы, в самом деле, конечно, важно не только цена ингредиентов или даже качество, а их сочетаемость. Потому что не все Ромы подходят друг к другу. И не все Ромы подходят для, собственно, Май-Тая. Хотя, как выяснилось, многие даже в Аут-Касл пошел. Здесь, откровенно, плохих вариантов нет. Вот Аут-Касл, на самом деле, это не самое худшее, что может случиться с настрой алкоголия. Вот есть, например, джинн, который в черепе вот такой находится. Я не помню, как он называется. Это Фриман. Вот. То есть, да, сколько раз я его не пил, даже если я, ну, у меня уже было, если все равно, что пить, ну, вот, то после него у меня было какое-то, ну, странное ощущение, там, или голова слегка болела, или еще что-то, то есть, ну, ощущение нетипичное после обычного, там, застолья или вечера. Ну, вот. Но при этом с этим армянским Ромом никогда не бывает каких-то плохих воспоминаний. Я его никогда не пил в таком количестве, что вот этот самый Фриман я пил. А, нет, тоже, кстати, нет. Ну, так, чтобы много я не пил, поэтому я не могу сказать насчет утра. Ну, вот, про армянский Ром я тоже не могу сказать, потому что много я его не пил. Ну, вот. Но я и не скажу, что он откровенно противный. То есть, он не отдает спиртом или еще чем-то. Возможно, это вообще не Ром. Возможно, это какая-нибудь водка там с чем-нибудь там. Но, господи, это настолько качественно было замаскировано под Ром, ну, вот, что не возникает особых сомнений. Ну, за эти деньги, конечно, да, вряд ли лучше что-то будет. Но, в принципе, я вам это можно сказать и про Фриман, где за 300 рублей найдешь лучше Джима. Слушай, я возьму лучше Баристер, который будет стоить 500 рублей. Ну, что ты делал? Он будет стоить, там, в полтора раза дороже. Вот, ну, я его за 560, по-моему, в Ашане брал. Ну, это уже почти 600. Недавно, но, тем не менее, господи, я живу вот в этом теле, и, хоть по мне, возможно, и видно, что мне его не сильно жалко, но лучше я потрачу 600 рублей на пол-литра Джима, чем 300 рублей с шансом погибнуть от него. Ну, вот, но для меня самой большой загадкой останется, вот, почему он самый странный и почему он выделяется. Ну, трипл сяк, скорее всего. Ну, и, собственно, вкус рома, этого олдкасса, он сильно отличается от вкус обычного рома. Короче, тут максимально в эту версию запихано все, что должно отличаться друг от друга. Ну, типа того. Нет, я пытался еще это сделать, и у меня, видимо, получилось с дорогой версией. Просто, я не хотел, на самом деле, хорошую надо было флор-деканью налить, белую, и не выпендриваться. Думаю, было бы хорошо. Можно даже попробовать это сделать. Ну, можно, да. У нас есть как раз еще один стаканчик, где тут был такой еще. Белый ром, просто белый ром дорогой, это сложно. Но самый дорогой, который у меня есть, это флор-деканью, он там, типа, стоит, слушай, мне 2000 по максимуму. Кажется, разумным и интересным было бы вариантом, это обе флор-деканья туда соединить. Ну, можно попробовать, давайте попробуем. Ну, просто если это, в конце концов, один производитель, то я подозреваю, что они могут сочетаться лучше, чем ромы от других производителей. 50. Ну, они похожи. Например, я не считаю, что флор-деканью до 18-й, это прям супер-ром у нас за эти деньги. Он как бы хороший, но и белый хороший. Так, дальше. Мой аршат домашний. 20. Лайм. 25. Так, ну, 25 практически. И драйорндж. 25. Так, лед. Шейк. И дабл-стрейн. В бокал. На самом деле, для тех людей, которые думают, что май-тай это обязательно соком что-то делается, если без сока это крепко, на самом деле, вот это вот правильный май-тай, он получается действительно очень вкусным. Ну, вот. То есть, с соком это для женщин или для девочек, которым больше 18 лет. Вот в таком варианте его пить намного вкуснее, ты ощущаешь вкус именно алкоголе. Просто, по сути, когда ты его пьешь вместе с ананасовым или апельсиновым соком, то ты можешь любой алкоголь налить, и тебе будет норм. Ту же самую отвертку, например, сделать. В целом, да. 20. Можно даже по ложечке. Я пролил, ничего страшного. Так задумано. Ну вот, типа того. На тебе лайбы. Куда? Спасибо. И трубу. Спасибо. На самом деле, обычно в этой рубрике больше всего мне нравится составлять потом что-то, вот, и пытаться угадать, насколько это нормально и органично получится. Ну вот, и получается это, по-моему, обычно через раз. Через раз, не всегда очевидно, так что мы не знаем пока, что у нас там. Что получилось сейчас? У меня не абсолютно не предвзято. Если что. Сейчас вот я его помешаю. Вот, чтобы прям вот совсем все правильно было. Слушай, вот, если бы он здесь присутствовал, я бы его постоял на третьем месте. То, которое было там свободно, ну, второе место, третье. То есть после вот этих двух вариантов. То есть не особо тебе понравилось, но... Не особо, да. То есть для, например, ценителей рома, которые могут с закрытыми глазами определить, нормальный это ром или армянский, вот, этот вариант бы подошел. Кажется, армянский довольно несложно определить с закрытыми глазами, прям скажем. При всем уважении. Не знаю, вот, если бы ты бы спросил, в каком из этих армянский ром, я бы, наверное, сказал, где-то там он находится, но никак не здесь. Ну вот, ну это невзирая на цвет. Просто в чем минус вот этого варианта, который получился? Ром очень сильно выпирает на фоне всего остального, что там есть. То есть, по сути, я пью ощущение, как будто ром, который просто долго лежал во льдах. Ну вот, то есть мне чувствуется вкус рома, но мне не чувствуется ни вкуса лайма, ни миндаля не ощущается. То есть, например, вот в этом варианте мне ощущался вкус миндаля. Золотик. Транно, кстати. Вот, в первом здесь. Что здесь не чувствуется? Здесь, да, здесь вкус рома ощущается. Здесь, правда, льда больше, бокал больше, поэтому льда больше. То есть он, может быть, более холодный. Ну и все на этом. Так, состав там... Ну, вот, очень яркий, очень яркий вкус рома. Он слишком яркий получается. Я не знаю, возможно, флор-деканя не для подобных вариантов. Может быть. Ну вот. И, не знаю, и тут, кстати, проблема не в том, что они не сочетаются друг с другом, а, скорее всего, это просто не под этот коктейль-вариант. Может быть. Ну, в общем, выводы, как говорит Пиноваров, делайте сами. Мы, как бы, сказали свое мнение. Точнее, Феникс сказал. Моего мнения нет, я не пробовал ничего. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться, если вы не подписаны. А то, что за дела? Больше половины людей не подписаны смотрят. Как так? Включайте колокольчик обязательно. Переходите на наш Телеграм, Инстаграм. В Телеграме там чатик уютненький. Там что-то народу сейчас поприбавилось. Начались жаркие дискуссии. Вот. Подписывайтесь на Феникс. У него есть Инстаграм. Ссылка тоже в описании. И другие выпуски Rich and Beach тоже в описании. Если вы хотите купить всякие бутылочки, которые мы использовали сегодня, вы можете это сделать со скидкой 35% на сайте Elvine. Ссылка в описании. Промокод ЕДИМТВ. Ну, единственное, конечно, скидка не распространяется на уже скидочные позиции и позиции по спеццене. Скидка тоже будет, но меньше, чем 35%. Ну, если что не так, простите. У меня, типа, уважительная причина. Укол в плечо. На самом деле, я хотел просто сказать еще момент такой на прощание. Что многие люди часто вспоминают старые добрые дни. Типа, как было хорошо там когда-то. Имейте в виду, что старые добрые дни – это сейчас. Не надо ждать будущего, чтобы тосковать по прошлому. Вот все, что я хотел сказать. До новых встреч. Слишком глубокая мыс какая-то получила. Я ее даже не до конца понял. Нет, старые добрые дни – это то, что было вчера. Знаешь, вот самое лучшее, что есть люди, которые оторваны либо от реальности, то есть от настоящего, либо слишком печалятся по прошлому, либо очень много думают о будущем. Вот идеальная формула успеха, как по мне, это жить в настоящем, делать что-то для будущего, но при этом просто тупо не забывать о прошлом. Ну, вот это самый простой вариант. Ну, вот это, знаешь, некоторые живут или в прошлом, там, например, и не двигаются никуда вперед. Некоторые живут в настоящем. Ну, вот, и при этом просто тусят на все бабки, и как бы у них нет ни завтра, ни вчера, ничего. Вот, а некоторые копят деньги, отказывая себе во всем, живут в будущем, вот, а потом их переезжает тачка, и их жизнь становится никчемной абсолютно. Короче, все хорошо в меру. Да. Другими словами. Да, да, именно так, в том числе и алкоголь. Да. Ну, все, да. Вот так вот. Мне вчера сделали приивку, короче, первую, спутника, и я чувствую себя на 90% хорошо. Микрочипы начали работать, хочется уже винду переустановить.